Эрнст Теодор Амадей Гофман Глава первая. Рождественские подарки. Странный шорох таинственно доносился из соседней комнаты. Фриц и Мари сидели в полутемной спальне и прислушивались. До поры до времени им не разрешалось входить в гостиную, где, наверное, уже сверкала праздничными огоньками свечей рождественская елка. Мари, которой только-только исполнилось семь лет, все спрашивала своего старшего брата. «Ну, когда же начнется праздник?» «Потерпи», — отвечал Фриц, хотя и сам дрожал от нетерпения. А за стеной все не умолкало это таинственное шуршание, постукивание крохотного молоточка, позвякивание каких-то дощечек и железок. И дети, затаив дыхание, прислушивались к доносившимся из гостинной звукам. Тук-тук. Бам-бам! Разносилось по дому. Каждый раз, приходя к ним в дом, крестный Дроссельмейр дарил детям необыкновенную игрушку. И сегодня, накануне Рождества, он мастерил для них какой-то особый подарок. Дроссельмейр был большим искусником. Он умел делать все, даже чинить часы. Стоило замереть маятнику или остановиться большой и маленькой стрелком, этот волшебный мастер приступал к делу. Повязавшись с кожаным фартуком, крестный Дроссельмейр вынимал из кармана коробочку с блестящими инструментами и принимался тыкать в часы шильцами и крутить шестеренки отвертками. Мари всегда жалела бедные часики. Но они не обижались на мастера, а наоборот. В благодарность за работу начинали весело тикать. Каждый раз, приходя в дом, крестный дарил детям необыкновенную игрушку. То крохотного кавалера Шаркуна с выпученными глазами то коробочку сюрприз, из которой со звоном выскакивает серебряная птичка. Динделинь, динделинь, пролепетал серебряный колокольчик. Фриц и Мари кинулись в гостиную. Ах, под великолепной елкой выселась горка рождественских подарков. Здесь была целая стайка нарядных кукол для Мари. А Фриц разглядывал эскадрон гусар в шитых золотом красных мундирах с серебряными сабельками наголо. Дети не знали, за что хвататься. То ли играть с куклами и барабанщиками, то ли листать чудесные книжки с картинками. Мари схватила и прижала к груди странного человечка. Не очень-то складный был этот деревянный человечек. Чересчур громоздкое туловище на тонких ножках и великоватая голова с тяжелой челюстью. Одет человечек был в гусарский мундир, узкие ритузы и сапоги со шпорами. Все сидело на нем так ловко, будто было нарисовано. Добродушная улыбка открывала сверкающий жемчужный ряд ровных, крепких зубов. «А кто этот милый человечек?» спросила Мари. «Это щелкунчик», — сказал отец. «Он, как и все его предки, отлично умеет разгрызать орехи. Мари тут же схватила горсть орешков, и щелкунчик, продолжая приветливо улыбаться, колол их своими крепкими зубами. Фриц подошел к столу. При виде забавного человечка с огромной челюстью мальчик расхохотался. Схватив самый большой и твердый орех, Фриц сунул его в рот щелкунчику, щелк, и обломились три зуба у бедного щелкунчика, а тяжелая челюсть беспомощно отвисла. А ночь, таинственная рождественская ночь, уже подкрадывалась к дому и затягивала окна синим сумраком. «Дети», — сказала мама, — «оставьте игрушки до завтрашнего утра. Гасите свет и отправляйтесь спать». Фриц в последний раз глянул на свои войска, отдал честь капитану в синих драгунских рейтузах. «Пора на покой. И завтра нам предстоит великое сражение», — приказал он и отправился в детскую. А Мари вдруг взмолилась. «Мамочка, пожалуйста, позвольте мне побыть щелкунчиком еще пять минут. Я сама покажу свет и лягу спать». «Хорошо», — согласилась мама, — «только не задерживайся, у тебя уже глаза слипаются». Она погасила все свечи в комнате. Мягкий свет, который лился от окна, не мог рассеять вечерний сумрак, таившийся по углам. Мари осталась одна в большой комнате. Она положила щелкунчика на стол и осмотрела его рано. «Не расстраивайся, милый щелкунчик», — успокоила она. «Крестный дроссельмейр непременно вылечит тебя. У него есть замечательные молоточки, ладные щипчики и крохотные отвертки». В гостиной налево от двери стоял высокий стеклянный шкаф. На верхней полке, до которой детям было не дотянуться, расположились чудесные изделия крестного дроссельмейра. Ниже, на двух других полках, редком теснились книжки в лаковых переплетах. Фриц занял полку повыше и расставил строем своих конных и пеших солдат с барабанщиками, трубачами и знаменосцами. Они выстроились там в боевом порядке, готовые по приказу своего командира тотчас ринуться в бой. На одной из полок Мари устроила кукольную комнату. Раньше там жила любимая кукла Трудхен, а теперь и новая нарядная Клерхен. Мари бережно взяла щелкунчика на руки, покачала его и ласково проговорила. «А теперь я уложу тебя в мягкую кроватку моей куклы Клерхен». И она обратилась к пухлой краснощекой кукле. «Дорогая, не могли бы вы на эту ночь уступить в свою кроватку больному щелкунчику?» Но кукла, обиженно надув щеки, молчала. «Ладно», — согласилась Мари. «Может быть, щелкунчику и впрямь будет удобнее на верхней полке в походной палатке солдатиков-фрица». Глава вторая. Сражение. А ночь надвигалась. Вдруг отовсюду стали разлетаться, подкрадываться тихие-тихие шорохи, шепоты, шуршания и шебуршения. Тик-так. Медленно, с трудом, словно полусонный, качался Мари. Большая механическая сова с крючковатым носом и круглыми, как зеленые блюдцы, глазами вдруг расправила крылья и, как заведенная, стала поворачивать голову слева направо и справа налево. Клюв ее раскрылся, и Мари явственно различила хриплый голос. «Тише, тише! Слышишь, слышишь? Из угла ночной гостиной к нам ползет король мышиный, и часов старинных бой нас зовет на смертный бой. Бом-бом-бом!» Двенадцать раз ударили в тишину часы. И тут же за стеной, по углам под полом, послышались писк, возня и дробный топоток тысячи крохотных лапок. Острыми огоньками засветились пучки глазок буравчиков. И отовсюду стали сбегаться несметные полчища мышей. Они выстрелились в боевом порядке прямо перед Мари и замерли. Из-под пола с отвратительным шипением вылез толстый мышиный предводитель. Маленькие глазки его сверкали. Голова была увенчана золотой короной. Он грозно оскалился. Следом за ним все мышиное войско стало надвигаться на Мари, прижавшуюся к шкафу. Но тут, дзынь, разбила стеклянная дверца шкафа. Во весь рост поднялся раненый щелкунчик. Мыши пищали. А Мари швырнула свою туфельку и угодила прямо в голову мышиному королю. Грохнулся он на спину. Покатилась по полу золотая корона. «Смелей, бей, не жалей!» гремел голос полководца щелкунчика. И мышиное войско пустилось на утек. Перед Мари предстал щелкунчик. В его руках блистала золотая корона мышиного короля. Он преклонил перед Мари коля. Повержен дерзновенный враг. Король мышиный превратился в прах. Не дожил он и до зари. А вас, прекрасная Мари, прошу без промедления отправиться в мои владения. Он водрузил золотую корону на голову Мари. И полковой барабанщик грянул барабанную дробь. А добродушный тряпичный клоун широко ей улыбнулся. «С радостью, дорогой щелкунчик!» ответила Мари. А потом глянула на часы и смущенно добавила. «Только ненадолго. Ведь ночь еще не кончилась, а мне надо выспаться». «Я поведу вас с самой кратчайшей дорогой», сказал щелкунчик. И он подал руку Мари. За окном была тихая рождественская ночь. Звездочки в ночном небе мерцали и переливались, словно сотни маленьких свечек во тьме елочной хвои. Щелкунчик с поклоном выдал Мари на улицу. Здесь их ждали расписные сани, запряженные белоснежной лошадкой. Щелкунчик натянул поводья, и легкие санки полетели в ночь. Скрипели полозья. Алмазным облаком кружилась снежная пелена. Впереди рисовался волшебный замок. Он был похож на восхитительный торт со множеством башен, словно сделанных из сбитых сливок. Мари смотрела вдаль. Куда? Куда они летят под покровом таинственной рождественской ночи? Спустя мгновение Мари очутилась на лугу, сверкающем разноцветными каменьями. «Это леденцовый луг», пояснил Щелкунчик и направился к высоким раморным воротам замка. Мари вдруг с удивлением обнаружила, что это вовсе не мрамор, а пряник. Сказочные ворота так и назывались, пряничные. Перед ними открылась блестящая, отделанная сахарной глазурью галерея, где стояли шесть обезьянок в красных камзольчиках. Они наигрывали нежную и тягучую, как сливочная тянучка, мелодию. Откуда ни возьмись, перед Мари явилось золотое кресло, усланное белыми воздушными подушками, словно сделанными из самой нежной пастилы. Она опустилась на кресло. И в то же мгновение явились сахарные пастухи и пастушки, пряничные трубачи, разноцветные леденцовые дамы и гусары. И начался танец, легкий и стремительный, как стрекозийный полет. «Не скучно ли вам, прекрасная Мари?» спросил Щелкунчик. «Ведь эти танцоры всего-навсего кукольный балет. Заводные куколки, увы, умеют делать одно и то же». «Что вы, что вы!» восторженно воскликнула Мари. «Они такие прелестные!» Она и впрямь была готова смотреть на танцы куколок еще и еще. Но Щелкунчик уже увлекал ее дальше, вглубь чудесной кукольной страны. И вот послышалось тихое журчание и шипение волн. «Ах, это несется между камней восхитительный шипучий поток. Сладкая лимонадная река. Вот как называлось это чудо!» А Щелкунчик повел Мари дальше через просторные поля и извилистые речки. Зазвучала тихая нежная музыка. «Как же здесь прекрасно!» Воскликнула Мари. А Щелкунчик заторопился дальше. «И вот они на берегу розового озера. Оно окружено благоухающими кустами роз. Серебристо-белые лебеди скользят по зеркальной глади. Хрустальные рыбки искрятся в прозрачной воде. И вдруг в серебряных звуках струй послышалась Мари чудесная мелодия колыбельной песенки. Рукавом прозрачном вея над водой порхает фея. Фея ветра, фея вод. Рыб жемчужных хоровод. Волн валаны, веер брызг. Медом пахнет тамариск. Голова девочки закружилась, словно ее несло куда-то ввысь. Все выше и выше и выше и выше. Ах! Мари упала с невероятной высоты и... И проснулась. В своей кровати. В окна било утреннее солнце. Рядом стояла мама. Заспалась голубушка. Мягко пожурила она. Завтрак давно на столе. Мари широко раскрыла глаза и с удивлением огляделась. Да. Она действительно дома. В своей спальне. И Мари принялась рассказывать маме про лимонадную реку, марципановый замок и шумящую серебристой листвой рождественскую рощу. Мама слушала, улыбалась и покачивала головой. Тебе, Мари, приснился чудесный сон. Но Мари прижала руки к груди и воскликнула. Мамочка, ну какой же это сон, если меня привел туда сам молодой принц, мой несравненный щелкунчик? Нет. Никогда она не сможет забыть чудесного путешествия в сладостную и сказочную страну храброго принца-щелкунчика. Субтитры создавал DimaTorzok